всем привет сегодня мы будем шить нижнее белье для кукол fashion royalty и также она подойдет для кукол барби выкройку вы можете скачать по ссылке внизу в описании к видео есть ссылочка на выкройки и по клеточкам просто переводим и шьем так что нам понадобится для работы нам понадобится ткань хлопковая из которой будет сделана нижняя часть белья кружева в тон подходящий из которого будет верхняя часть белья ленточка атласная бархатная любая тонкая из которой будут сделаны бретели и декор ниточка в том я беру чуть светлее чтобы я было меньше видно потому что мне здесь есть белые прожилки иголки для шитья до сама выкройка кнопка крючки и любой декор который вы пожелаете и инструменты с помощью которых вы будете подрезать ниточки у меня это маникюрные ножницы и резак первым делом нам нужно будет перевести выкройки на хлопчатобумажную ткань делаю я это с помощью акварельного карандаша и если вы тоже переводите на ткань акварельным карандашом что помните что мочить такое изделие нельзя иначе акварельный карандаш поплывет если планируете сделать по этой выкройке купальник в котором ваши куклы будет еще и плавать да то есть будет контакт с водой тогда лучше все таки переводите портновским мелом и любыми другими способами но ни в коем случае не акварельным карандашом не ручкой ничем что может потечь вот таким образом мы переводим выкройку то есть выкройка лифа у нас дана с учетом что мы ее соединим это будет единая деталь и обязательно пометите где у вас будут присоединяться бретели иначе потом будет очень сложно искать это место чтобы все было симметрично трусики тоже можно выкроить единым полотном да здесь немножко сместиться рисунок но в моем случае это не так важно аккуратно вырезаем детали чтобы вырезать детали из ткани я использую хорошие портновские ножницы подойдут на самом деле любые ножницы которые просто хорошо режет у которых довольно большая длинная площадь с помощью которой вы будете разрезать ткань то есть например маникюрными ножницами тоже конечно можно вырезать но вы замучаетесь вырезаем детали мы с припусками нашего и то есть не прямо по кромке отступаем примерно 5 миллиметров теперь нам нужно зашить вытачки и так как нам нужно красивая изнанка у белья то зашивать мы все осталось теперь будем так как будто бы изнанка это лицо лицо это изнанка то есть зашили вытачки на сторону лица и теперь нам нужно подогнуть все припуски на швы чтобы было удобно работать дальше эти самые припуски нашего я не просто подгибаю а фиксирую их еще и клеем карандашом немножко чтобы они держались на хлопке это отлично срабатывать на остальных тканях к сожалению нет и придется так как на живу льку ниткой сшивать а потом эти нитки убирать вот таким образом происходит подгибка чтобы линия шла ровненько и гладко можно эту подгибку немножко подрубить ножничками не до конца не прям до линии просто чтобы где-то она могла растянуться где-то наоборот собраться подгибаем и подклеиваем все припуски на швы кроме самого низа трусиков их подгибать не нужно мы их просто сошьем отрезаем два куска ленты длиной 6 половиной сантиметров и пришиваем их к тем местам где мы отметили что будут бретельки и пришиваем вторую часть бретельки когда будете пришивать обязательно следите что бретели у вас не перекрутились вот так это будет выглядеть с изнанки как видите все красиво ровненько ничего нигде не торчит теперь берем два кусочка кружева чтобы они полностью закрывали две половинки нашего лифа еще и оставалось чтобы вас было куда отступать посмотрите как какую часть кружева нужно взять чтобы это смотрелось красиво на самом лифе и теперь очень аккуратно пришиваем кружева обратите внимание кружева я не просто накладываю а еще и подгибаю так кружева станет чуть поплотнее и она как раз таки перекроет ту часть хлопка которую мы подгибали и будет не видно и красиво стежки делайте очень очень маленькие чтобы их было практически не видно но если их все-таки будет немножко видно то но ничего страшного обязательно заложите вытачку на кружеве тоже не только на хлопке да мы это не плоская форма чашечки у нас немножко выпуклые и точно так же складочку надо заложить и на кружи иначе чашка у вас станет плоской и на кукле будет выглядеть очень ненатурально когда мы прошьем нижнюю часть нужно остановиться оставляем ниточки с обеих сторон будем пришивать крючки две половинки кружева нужно немножко наложить друг на друга в центре чтобы по центру у нас не было пустот и теперь аккуратненько пришиваем самый-самый маленький крючок который вы только сможете найти между двумя слоями ткани то есть между хлопком и кружевом крючок пришит и теперь нам нужно срезать лишнее кружево и точно также его немножко подогнуть и пришить уже к верхней части и к бокам вот так это должно выглядеть после того как вы обрежете лишнее кружево обратите внимание что нитки стоя с другой стороны которыми мы пришиваем мы не обрезаем одной и той же ниткой вы прошиваете что нижнюю часть затем пришиваете крючок и затем мы прошьем боковую и верхнюю часть все той же ниткой вот так у вас должно получиться и чтобы чашечки более круглые были более объемные можно немножко под затягивать нитку когда вы пришиваете сверху кружева как раз таки на чашечке чтобы она немножко присборилась вообще на самом деле можно так и оставить закрепить нитку и закончить на этом но я хочу еще сделать декор посерединке все наш бюстгальтер готов вот так он выглядит с внешней стороны и вот так он выглядит с изнанки да здесь есть некоторые швы их видно я думаю что ничего страшного в этом нет уже все-таки шили для начала складываем трусики и очень тщательно зашиваем вниз отмеряем необходимым кружево на трусиках я воспользуюсь кромкой кружева и кромка кружева соединяется с верхней частью трусиков и дальше нам нужно будет сделать в общем то то же самое что и на лифе просто обшить их полностью кружевом и сделать застежку и вот и все вообще кружева можно располагать как угодно как вам удобно если у вас где-то чего-то не хватает можно всегда подложить еще кусочек и пришить просто отдельно кого-то кусочек кроме того нижнюю часть нужно будет тоже зашить примерно на сантиметр для этого нужно будет надеть трусики на куклу застегнуть их нужно посмотреть на каком уровне зашивать так как половинки задней части должны быть внахлёст и Субтитры сделал DimaTorzok